Девушки отдыхают Музея института геноцида против армян Совет безопасности ООН Интернациализирует арсавскую проблему Преследование главы армянского села Бак-Ифл Западной Армении Знакомимся с Западной Арменией Новый год по армянским традициям Ремесло в Западной Армении Производство серебра Госпожа сенатор, спасибо за ваше письмо От 15 декабря по поводу ситуации В Берцурском коридоре, которая привлекла Мое внимание Я полностью разделяю вашу беспокойность 12 декабря блокирование дороги Связывающая Армению с Арцахом неприемлемо И по всей вероятности будет иметь Серьезные гуманитарные последствия для населения Арцаха Франция призвала к немедленному Безоговорочному устранению препятствий Для передвижения и напомнила Об обязательствах Азербайджана в соответствии С трехсторонним договором от 9 ноября 2020 года Гарантирующим безопасность передвижения Людей, транспортных средств и товаров В обоих направлениях Как известно, Ланчинский коридор фактически находится Под контролем миротворческих сил Российской Федерации По тому же трехстороннему договору Ни Франция, ни Евросоюз, ни ООН здесь не присутствуют Понятно, что Россия до сих пор не в состоянии И не желает обеспечить гарантию безопасности Учитывая серьезные ситуации Франция по просьбе власти Армении Выступила с инициативой включить этот вопрос В повестку дня заседания Совета безопасности ООН 16 декабря По инициативе Франции Эта встреча последовала новое чрезвычайное заседание Совета в открытом формате Которое позволило всем участникам Выразить свое желание возобновить немедленное передвижение Палачинской дороги И въезд гуманитарных организаций в Нагорный Карабах Надеюсь, что Совет Организации Объединенных Наций Продолжит применять свои полномочия в этом деле И учитывая серьезные ситуации Впервые за последние годы Сможет выступить единым голосом по этому вопросу Фонд Музея Института геноцида против армян Распространил заявление о закрытии азербайджанскими силами Единственной дороги, связывающей Арца с Горьевским регионом Представляем заявление частично 12 декабря 2022 года Азербайджан заблокировал единственный путь Связывающий Республику Арцах с миром Несмотря на различные предлоги, принесенные Азербайджаном Стратегическая цель одна Заставить население Республики Арцах Покинуть свою историческую родину Азербайджан в этом вопросе Руководствуется программой Постепенного превращения Арцаха в Нахедживан Нет армян, нет проблем В то же время Азербайджан явно не будет доволен Если армяне покинут Арцах Публичные заявления военно-политического руководства Азербайджана Сделанные после Второй Арцахской войны Явно свидетельствуют о существующих территориальных претензиях Республики Армения Включая столицу Ереван Но опыт последних более ста лет Однозначно свидетельствует об одном Преступники, совершившие геноцид Понесли заслуженное наказание Мы уверены, что военно-политическое руководство Азербайджана Также ответит за уже осуществленные В настоящее время программируемые преступления Против армянского народа А армяне Республики Арцах Несмотря на существующие неописуемые трудности Продолжили жить и созидать на своей исторической родине Обсуждение в Совете Безопасности ООН Послужило влиянию на мировое общественное мнение И интернолициализации арцахской проблемы Тем самым оказав давление на Азербайджан Представляем отрывки из выступлений в Совете Безопасности ООН 20 декабря 2022 года Вице-президента Ирландии Мартина Галлахера Народ Арцаха, несомненно, этой зимой столкнется с гуманитарным кризисом В качестве Совета мы должны сделать все возможное, чтобы этого избежать Поэтому Ирландия призывает власти Азербайджана Немедленно и безоговорочно восстановить свободу и безопасность передвижения по Бердзорскому пути Ирландия поддерживает переговорные, всеоблемывающие и стабильные урегулирования конфликта В том числе по долгосрочному статусу Арцаха Представитель Габона Эдвич Кумби Мисамбу выразил обеспокоенность Закрытие Бердзорского коридора может привести к гуманитарному кризису Право передвигаться по коридору должно быть гарантировано Вице-представитель Индии Равиндера Рагутахали заявил Сообщение о блокаде Бердзорского коридора свидетельствует о негативных последствиях Это может привести к гуманитарному кризису Представитель Армении Мегель Маркарян предупредил Что блокады это очередная демонстрация систематического насилия Со стороны азербайджанских властей для этнических чисток народа Арцаха Чтобы подвергнуть народу Арцаха этническим чисткам Он призвал ООН к применению санкций против Азербайджана В ходе встречи стороны обсудили вопросы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта Это был Алиев Он повторил обычную ложь правительства Азербайджана Отрицая, что Бердзорский коридор заблокирован В оккупированной Западной Армении начались преследования главы села Вагефлы Перча-Картуна Село официально считается единственным армянским селом В частности, полицейские ворвались в дом и изъяли алкогольные напитки, которые он хранил Чтобы подарить местным и иностранным туристам Об этом сообщает Акунг.нет Дом главы села ворвались на основании действующих законов Согласно которым производство алкогольных напитков в домашних условиях запрещено Инцидент вызвал удивление у населения провинции Местные жители подчеркивают, что село Вагефлы, которым они всегда гордились Является единственным армянским селом в провинции, которое обеспечило поток туристов Здесь уже много лет производятся местные ликеры и вина До этого никаких проблем не было Жители отмечают, что этот случай содержит элементы дискриминации Естественно, нет необходимости объяснять, чем было обусловлено это нападение на дом главы армянского села В то время как местные алкогольные напитки производятся и в других провинциях, а также в провинциях Турции Город Арцен западной Армении находился в провинции Карин Барцерайка в верхнем течении западного Ефрата Известен природными богатствами, такими как нефтяные, железные, минеральные воды и плодородной почвой На месте города Арцен в древние времена было обычное поселение, которое превратилось в город только с 70 века Когда в западной Армении процветали ремесла и торговля Город достиг пика своего развития в первой половине 11 века Об этом свидетельствуют не только армянские, но и византийские и арабские летописцы Как свидетельствуют византийские историки Ованес Акилицес и Кадринос В 1049 году во время взятия города с Сельджуками число убитых достигло 150 тысяч человек Арабский летописец Ибн Аль-Асир констатирует, что добычи города было так много, что едва увезли 10 тысяч телег Арцен имел сотни архитектурных памятников, как свидетельствует Матевос Урхаец, число его церкви достигло 800 Орды Сельджуков во время нашествия 1049 года нападают на Арцен и разрушают его до основания На месте древнего города в наше время упоминается село под названием Харарс В конце XIX века и начале XX имел около тысячи жителей, 800 из которых были армяне В 1915 году большинство из них были уничтожены во время геноцита Спавшиеся люди мигрировали в разные страны Новый год согласно армянской традиции является символом переосмысления прошлого Армяне отмечают этот праздник с незапамятных времен На протяжении тысячелетий время празднования праздника менялось по дате В глубоком прошлом армяне праздновали Новый год при пробуждении весны в месяц Арек День равноденствия 21 марта Новосард, название первого месяца армянского календаря, что означает Новый год, отмечали 11 августа А Новый год – 1 января Часть новогодних традиций была напрямую связана с культами огня, деревьев и воды В разных регионах Армении вечером Нового года сжигали большое бревно После его сжигания уголь закапывали на полях, чтобы Новый год был урожайным и не было потерь Новый год в Армении принято встречать с семьей за обильным столом До сих пор в некоторых районах Армении готовят праздничный тарихац Рождество отмечается также особым образом В этот день у всех дома бывает плов с изюмом и рыба Согласно древней традиции, приглашенные гости и соседи, входя в дом, посыпают комнаты бобовыми культурами В Западной Армении производство серебра развивалось с древних времен Художественная обработка серебра имеет тысячелетнюю историю Серебряным изделиям придавалось большое значение Они также были частью приданного девушке в 17-19 веках Во время раскопок были найдены интересные серебряные изделия и украшения в Арибуне и Ярызенке 6-5 века до н.э. также в Арташате 2-1 века до н.э. во время раскопок территории Важными центрами ювелиров мастера серебра были Ван, Ани, Ереван, Шамахи Руками киликийских мастеров были созданы серебряные короны, украшения для головы и прочие украшения Посуда, особенно церковные, и ремни Все серебряные подарки имеют особую ценность Сейчас также армянские мастера продолжают важное ремесло Узнаследованное от предков, передавая свой опыт поколениям И в заключение новостей послушаем музыкальное произведение Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!